Всем привет, дорогие Старайдеры и Нью-Старайдеры! Сегодня очередная новая неделя, очередная среда и очередное обновление от Старстейбл. Ребята, это просто... Как только вышло видео, я побежала его смотреть. Нас сегодня ждёт просто много всего нового и всего интересного. Начнём всё по порядку. Но, однако, я всё-таки скажу предисловие. Сегодня у нас вышла опять неделя моды, которая будет проходить в Юрвике. Сколько она проходить будет, я ещё не успела посмотреть, потому что я смотрела только видео на английском, а мне с ним плохо. Да, сознаюсь. Вот. Потом нам добавили, значит, новые наряды, нам добавили новые прически, и нам добавили одну очень хорошую функцию, нашу конюшню. Но я думаю, что об этом мы будем уже в конце. Начнём же с недели моды. Так что бегом телепортируемся в торговый центр Юрвика. Хоп! Ребят, вы даже не представляете, какой у меня мандраж сейчас происходит. Мне похолодили руки. У меня просто трясочка по всему телу. Потому что у меня сегодняшний день и так очень неплохо начался, потом стало ещё лучше, да и осеннее солнышко за окном светит. Но от того, что я тут увидела, я ещё больше в восторге. Так, сейчас надо успокоиться. Значит, мы пришли. Ага, у нас квест с ошибкой, название. Комиссар Лакруа. Это значит, нам нужно зайти. Да? Да? Нет? Видимо, да. Заходим. Мы пришли вообще не в полном порядке. Талия. Дорогая Талия и её первый помощник Мел. О, супер. У нас ещё и текста нет. Какая прелесть. Но я уверена, что нас приприветствовали громко. Громкими аплодисментами. Так. Комиссар. Давно не виделись. Ребят, я не знаю. Без текста выполнять задания. Это как-то не то. Мы можем пока что просто погулять, пройтись. Здесь у нас, в общем, как всегда, все наши самые любимые персонажи. Всех, кого мы знаем. Значит, Талия, Мел, Мэр Клаус из деревушки полумесяца... Рыбацкой деревни, в общем, в осени. Также у нас тут любительница моды Мэдисен, которая всегда находится в стране со своим нарядом. Джош из Абельфикса со своим артышкой. Бернадит Винтервелл. Семнадцатая. Вот её я не помню. Она, наверное, из Нью Хилкрост. Дерек. А, Дерек. О, Дерек. Ну, конечно же, Ирдис. Франциска, Железное Седло. Я её плохо помню, но она, наверное, кто-то из мира моды. Господин Франклин. Фара. Легун. Да, Легуна я помню ещё с прошлого раза. Потом, кто у нас тут? Ой, тут все позируют. Уже все такие ходят. Джек. О, нет, только не этот Вадила Джек. Джек, Джилл, Доктор Эйрон. Значит, Фара, по-моему... Эй... Эйрон Варангер. Да, конечно. Силенция спокойная, которая ненавидит моду и носит всё только чёрное. Ахаха-ха-ха-ха. О-о-о-о, Дарка. Здесь Дарка. Я знаю, кому это понравится, что здесь находится сам Дарка. Боже. Я, конечно, когда его в первый раз увидела, я подумала о том, что этот чувак знает, что такое мод, да, учитывая, какие у него ещё на сапогах эти... Я забыла, неважно, но вы меня поняли, вот эти в виде молний ещё, вот, 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 а, пытаюсь показать, и его сумка, ну, а что там ещё на сумке? А, у него брелок, у него брелок в виде кого-то, в виде зайчика, по-моему, боже, да, как у нас, оказывается, по полной программе моднявый. Скотт Баттергут, так, это чувак, который вроде бы у моста в Нью-Хилкорсте, или нет, не помню, у тебя что-то страшное лицо. Бак и Аарон Синтерглейд, это чувак, я знаю, он из кафе Леонардо. Синтергс, о, я знаю, кто тоже будет рад тебя видеть, мой дорогой друг. Так, но, к сожалению, я сейчас подойду, попробую, если текст появится каким-то образом, то буду дальше снимать, если нет, то попробую хотя бы перезойти, потому что без текста... Нет, текста нет. Текста нет, значит, пытаемся перезойти. Сейчас попробуем. Знаете, ребят, что я сейчас поняла, что тема дня сегодня вестерн, а я чисто случайно, специально не наряжалась, приехала, как и есть, со своего ранчо, на Южном Копыте, и я прям попала в Теву. Эй, круто. Значит, сейчас проверим, загрузилась или не загрузилась, потому что я вышла из игры, вот, и должна была загрузиться, видимо, что он там что-то загружал в списке. Ой, ну что, комиссар, еще раз проверим? Нет? Так, давай, давай. Эй, ты, кажется, ты не боишься запачкать руки. Ура, текст погрузился, замечательно. Я комиссар Лакруа из полиции моды. Мы расследуем все преступления против моды, и я лично служу за этим местом уже много лет. Сейчас не время для любезности, я хочу видеть тебя в рядах полиции моды. Ну, может, не прямо в рядах? Посмотри на свою обувь и перчатки. Тем не менее, нам нужна твоя помощь прямо сейчас, гражданин. Видишь ли, некоторые посетители сообщили о краже личного имущества. Такое гнусное преступление не должно остаться нераскрытым. Пока существует полиция моды или лесничья Юрвика, будут смеяться над нами еще много лет грязные хиппи. Нифига себе, он на подволы лесничьих Юрвика грязными хиппями. Фу. Мои люди уже обыскали территорию и всех присутствующих сегодня людей. Похоже, украденных вещей нигде нет. Должно быть, вор понимал, что за ним будут охотиться лучшие отделения полиции Юрвики. И спрятал предметы в самом торговом центре. Как ты понимаешь, я должен следить за преступлениями против моды на подиуме. Поэтому мне нужен человек, который не так хорошо разбирается в моде, но может уделить работе достаточно времени. Тебе подходят такие условия? Поговорить с комиссаром? Окей. Ааа, сколько вас тут? Вы не даете мне нажать на комиссар. В таком случае добро пожаловать в полицию моды. Ненадолго. Это просто временная должность. А теперь позволь кратко ввести тебя в курс дела. Сообщается о краже следующих четырех предметов. Одна черная трость, вероятно, очень ценная для потерявшего ее джентльмена. Один фотоаппарат высокого качества. Такими пользуются журналисты и фотографы. Одна лошадь? Лошадей даже не пускают в торговый центр, не понимая, как кто-то вообще смог увезти лошадь с территории, когда я непрерывно стоял на страже. И одна розовая сумочка от Джуччи. Четыре украденных предмета вынесли с территории привидения недели моды, но они должны оставаться в торговом центре. Когда ты что-нибудь найдешь, вернись сюда. Я уже поставил коробку для пропавших вещей для того чрезвычайного случая в мире моды. У кого украли эти предметы? Как я могу за этим следить? Здесь у всех одинаково никчемное чувство моды. Поэтому все для меня на одно лицо. Сперва найди украденные вещи, а потом будем беспокоиться об их владельцах. Вперед! О боже, как трудно его озвучить, потому что я его представляю именно таким. Я не помню, в прошлом году лошадь была или нет. То, что я на мир моды попадала один раз, по-моему. В прошлом году. Так. На карте показано? Не показано. Значит, сумочка, трость, лошадь и фотоаппарат. И фотоаппарат. Так. Клозет. Будем искать. Кстати, я редко была в торговом центре, но так как я сейчас именно здесь, я могу сказать точно, что эскалаторы обновились. Теперь мы видим очень четкие ступенечки и порочни. Так. Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Ищем. 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 Я могу понять, что мы не можем найти трость, фотоаппарат, сумочку. Но... Лошадь. Серьезно, кому-то... Лошадь? Я не помню. Была ли в прошлом году лошадь? Честно, ну, вообще... вообще не помню прости чувак и не хотела тебя находить так а я вижу фотоаппарат я вижу фотик вон он висит на пальме это ж фотик фотик это ты это ты фотоаппарат найден выглядит качественно конечно поступил сообщение о каждом фотоаппарат должен быть это он кто мог повесить фотоаппарат на пальму на нем что-то написано от а для d ладно значит мы должны будем найти гостя на неделе моды у которого имя начинается на букву d вот а для d я пока не соображаю я не всех им по именам знаю смысле знаю но так значит не знаю но не запоминаю так теперь 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 что еще так наверное в магазины надо заходить даже в новый или нет давайте так пробежимся я сомневаюсь что в новом магазине чем что нибудь добавили а теперь можно по миксу почитать поняши переодевалки а сумочка от джучи а джучи вещь сумка найдена весьма роскошный бренд нельзя случайно забыть сумочку в горшке с растением это украденная сумка а я бы не догадалась наверное хотя знаете люди разные бывают вот я мне рассказали что в одном из магазинов одежды в раздевалке забыли сумку но внимание в сумке была маленькая собачка и про нее вспомнили только через три дня ну конечно собачка не пострадала ее сразу нашли работники взяли к себе ухаживать и даже потом с трудом отдали потому что привыкли ну вот ребят люди вживую забывают сумку с собачками о чем вы так вот ничего эти двери не открываются знаете очень приятно когда разрабы обновляют некоторые мелкие детали которые нам в принципе очень даже важны но они нам не говорят о том что они их обновили то есть из серии заметил молодец не заметил не молодец так я вижу вижу что-то еще тростик тростик или или нет что плюшевая лошадка из пурпурной помни но я не помню такого продажи может от украденной лошади выглядит очень знакомо это все это я даже сообщить комиссару а в смысле а трость в смысле может быть порядок просто не тут это не могут быть все украденные вещи я что-то не нашла я нашла сумку джучи в горшке фотик на пальме потом чего еще чего-то пони лошадку плюшевую нашла трость то я не нашла как это может быть все если это не все текущие пропавшие вещи а это все но я что раз не находила недоработка недоработка ой неделя моды ты сведешь меня с ума так теперь удалось найти все предметы молодец видишь на полицию моды всегда можно положиться ну да ну да я взял на себя смес сохранить все предметы помещенные тобой в коробку для пропавших вещей поэтому мне кажется что мы внесли равный вклад в раскрытие дела ну да конечно перейдем к следующему этапу все предметы нужно вернуть их владельцам ради бога вот это макияж это гейша гейша среди нас гейши для меня все присутствующие здесь на одно лицо невозможно ожидать чтобы человек с таким тонким чувством мода как у меня запомнил владельцев потерянных вещей взять хотя бы хоккейный свитер или пурпурные шляпы с такой костюмированной вечеринки пришли с какой костюмированной чубак у них своя мода в любом случае у тебя получилось доказать свою проницательность думаю тебе удастся определить кому принадлежат краденые предметы или уже удалось просто поговори со всеми кто мог потерять один из предметов коробки я бы и сам с этим занялся но я едва могу смотреть на этих людей не то что общаться с ними ой какой же ты мне сказали так я знаю что сумка от джучи это та у которой собака чухуахуа вот у вас мадам о дорогуша это же моя пропавшая сумочка джучи я только что сообщил комиссару но честно говоря уже не надеялся ее видеть спасибо большое да конечно пожалуйста на здоровье д 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 Жош, Дерек Фотик Фотик Может ты? Неужели это ведь мой фотоаппарат? Верно, ой, я твой должник Я не просто использую его для работы Несколько лет назад этот фотоаппарат подарил мне Мой дорогой друг, друг, которого я могу Больше никогда не увидеть Даже не знаю, как тебя отблагодарить Если тебя когда-нибудь нужно будет сфотографировать Просто скажи мне А, у него, смотрите, даже фотик Повесим на него Так Плюшевые, плюшевые Ирдис Сознавайся, твоя лошадка Зи, мой любимый спутник Ты спешишь ко мне на крыльях, голубки Откуда это смущение на твоем лице, дорогуша Тебя удивляет, что я разговаривала с плюшевым зверьком Когда Зи узнала, что я буду Участвовать в неделе моды В этом году она непременно захотела Присоединиться, ревнивое создание И я великодушно согласилась Только чтобы наши планы сорвали водителя автобусов И паницельские, не пожелавшие пустить ее в город Я знаю, ты поймешь, Дарья Таких, как мы, не должны ограничивать законы, написанные ручкой глупцов Поэтому мне пришлось совершить разумный поступок И придать ей более привычный для всех вид Ненадолго меня охватило беспокойство Когда мне показалось, что она сбежала Теперь же я покорно благодарю тебя, голубок За возвращение моего любимого спутника Я хочу такую поняшку Я хочу такого плюшевого себе этого Коника в сумку Какая красотка Классненько Так, трость Франклин Господин Франклин Ваша трость? Нет Мало кто знает, что более сотни лет назад Первым владельцем шахты Сиренополенка Была компания Глубокое Ядро Чтобы обеспечить работу шахты Компания заняла заготовка леса Лагерь Разрастался Так появился Фергрови Не знаю, как старые шахты Перешли в владение Силвер Глейдов Об этом может быть известно Только Баронессе Почему она не любит обсуждать те времена? Ну, потому что Как бы Потому что это связано с дедушкой Джаспера, наверное То бишь с ее мужью Мэр Клаус Это вы Ваша трость Известно Барон Твэ Нет Не ваш Ну Трость Хью с тростью не ходит Он и так отлично справляется Тро Дарка Дарка Я знаю Ты должен быть с тростью И у тебя ее нет в руках Однако руку ты держишь Так что забирай Ты Ты держишь мою трость? Быстро верни Это не игрушка Которую может просто так держать Первый попавшийся человек Почему ты здесь У тебя не делал получше? Я Я тебя не благодарю Нет Может ты просто Хм Спасибо Ладно Вот теперь все хорошо Хи-хи-хи-хи Дарк сказал спасибо Ооо Давай до этого сказывай Не за пускай Будет высказывать Мне все подряд Готова хорошая работа Ооо Вся в белом Так Комиссар Оставишь меня в покое Коробка для попавших вещей Опустела Все предметы Вернулись к своим владельцам И я абсолютно счастлив Только подожди Пока мы расскажем Этому высокомерному лесничему Что мы раскрыли дело И поймали вора Верно Нам ведь нужно поймать вора Пока он не совершил очередную кражу Кто же совершил кражу Мне кажется вор может быть любой Ставлю что один из стариков в костюмах Похоже они не снимали свои костюмы уже много лет Хочешь использовать метод дедукции Ты считаешь слишком много детективов В реальной жизни Дворецкие редко бывают преступником К тому же обычно он лучше всех одет Но допустим мы рассмотрим твое предложение Что нам могут сказать места где были найдены предметы Предмет обнаружен в пурпурном пони Может вор любит пурпурный Несколько предметов было обнаружено среди растений Значит кто-то любит зелень Один предмет был обнаружен на вершине леса Чего Значит вор хорошо лазит Один из предметов был Припрятан под маленьким столиком Так что вор должен быть невысоким и ловким Чтобы забираться в ограниченное пространство Что ж благодаря дедукции смогу сделать вид Что вор никто иной как Джеймс Нет это совсем не похоже на правду В этом году он даже не присутствовал на мероприятии Послушай если ты так хорошо разбираешься в дедукции Почему бы тебе просто не указать на преступника Поговори с ними а я займусь остальным Я знаю кто воришка Я знаю кто воришка Я сразу догадалась Мистер Макак Это вы Это все вы Мисс Фик Полиция мода хочет с вами приглашать Наш временный констебль Дарья считает что вы стоите за черной краж На неделе моды Это вопиющее преступление против моды Даже несмотря на ваш наряд Кража о чем вы О чем это вы дорогуша Я кролик черный Я ничего не знаю Но это мартышка Блин она такая мартыха с красным носом Дигорь О нет неужели Мамаша снова взялся за свои проделки Я прошу прощения Где ты Дигорь Мальчик мой Остановите обезьяну Она арестована О побежала Привет малыш Ты не подпытаешься сбежать Правда У Алонса Лесничья Алонса К вашему Боже Какой он милый Прошу прощения Тьфу Елки Перепутала Прошу прощения милая Я не думаю что мой шаловливый дружок Возьмется за свои старые проделки Надеюсь вы будете так любезны И простите на собой И все же вы не против Если я буду присматривать за этим малышом До конца мероприятия Просто хочу убедиться Что он больше не доставит хлопот О какой же он милый Только сейчас его разглядела О ты сделаешь это для меня Солнышко Ты окажешь мне огромную услугу Не называй его солнышкой Ха Украденные предметы Найдены возвращены хозяев А вор задержан И как теперь глупый Лесничий Может говорить Что полиция Мода не справляется Со своими обязанностями Но Всю работу проделали Не вы А Дарья Еееей Алонса На моей стороне Следи за обезьяной Лесничей Что ж Временный констебль Дарья Пора официально Закрыть это дело Ну че ты Алонса Обижаешь Вот такой Симпатичный Алонс Ты где? А он на выходе стоит Я надеялась С ним тут потусоваться Эх Ну и ладно Ой Так все Я не увидела Я не видел Ааа Что ж вы все это У нас были пауки Были обезьяны Одна девушка Даже разгуливала С чайком В следующем году Я обращусь К Аарону Силвергреду Чтобы он запретил Проводить животных На неделю моды Чайка Ааа Да 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 Я знаю Какого Что ж Неважно Как именно Было раскрыто Это дело Мы можем Сказать Что сегодня Полиция моды Была на высоте Что ты мне Хочешь подарить? Давай Ждешь награды Разве помощь не является Наградой Сама по себе Как-то смутное чувство Которое испытываешь Когда объясняешь Человеку Почему его обувь Была модной В прошлом сезоне И сейчас устарела Нет? Что ж Вот настоящая награда Похвала от самого Комиссара Комиссара Лакруа Можешь Не благодарить Кажется Не послышал Зломленное Варкование Голубя Что за Кислая Мина Можно Подумать Я смотрю На тебя Молниеносный Сапфир Чего? Помощь Людям Которых Полиция Осуждает За немодный Мнешний вид Не принесла У нас награждение Думаю Я могу Это исправить Тебе удалось Вернуть Мне прав Вашего спутника Теперь и я Тебе в долгу А для такого Человека Как я Долг Дело Серьезное Какие же Все классы Тут стали Я не хочу Чтобы нас Связывал Неоплаченный Долг Поэтому Я думаю Как тебя Лучше Отблагодарить Конечно Мне нужно Справедливо Платить Тебя За оказанную Услугу Я дарю Тебе плюшевую копию Моей лошадки Зи Так она Выглядела Когда с твоей помощью Вернулась ко мне Только у этой Игрушки Нет души Мне кажется Так тебе Будет проще Теперь мой Долг оплачен Прощай Голубок Мы точно Еще встретимся Блин Ну как же Мило Я не могу Да еще И тот момент Когда я Начала Снова Дорамки И анимешки Пересматривать Прям вообще Просто Самое сердце Удар Плюшевая Зи О вы услышали Мои молитвы Так все А в прошлом году Были А ну наверное В прошлом году Я впервые попала На неделю моды Поэтому я выполняла Задания С дизайнером Так Так Значит я помню Что нам нужно Идти туда Пустите Все такие крутые А это мой шкаф Это мой шкаф А я что-то забыл Так Так Ага Так Я уже догадываюсь Что это за столики Точнее я знаю Но пока что Говорить не буду Где же одежда Продается Я помню Что Продавалась одежда А где она продавалась Я не помню Надо 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 Просто Старстейбл Показала новые наряды Как бы Нет Не сюда Может быть В торговом центре В самом Пурпурном пони Нет Надо походить Поискать Надо походить Поискать 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 Алонсо Ты мой герой Все Пойду искать одежду Итак Мы нашли Нашли все это А это все Продается В обычном Магазине одежды На первом этаже В ТЦ Юрука Так Им очень нравится О Да Слушайте Круто Ой А я надеюсь Это завтра Все не исчезнет Это же завтра Все не исчезнет Нет Скажите Что нет Шляпа Прикольная Кофта Прикольная 110 СК Ребят 110 СК Ой 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 Так Ладно Пока тратиться Не буду Не буду Я Я подумаю Шляпа Ну шляпа Так Знаете Ну не Шляпа Прикольная Но мне просто Чтобы она Чуть-чуть Потемнее была Хотелось бы Вот это да Вот это под комплект Подходит А вот это Я бы ее отдельно Носила Она такая Знаете Выцветшая Как будто Ну тоже все равно Прикольная Модель классная Так Значит все С недели моды У нас Прогружайся Пожалуйста Давай Прогрузись Спасибо Так С недели моды У нас Завершено Все Одежку Мы посмотрели А теперь Еще Два Нововведения Ааа Которые у меня Вот прям вообще Знаете Я Вот Честное слово Вчера только Подумала о том Что Я Хочу В ССО Чтобы у меня Были Знаете Такие Волосы Волнистые Локоны Ну что Я вам скажу Что Старстейбл Магическим чудом Магическим образом Как-то Услышали Мой разум Потому что Я подумала Об этом Вчера Я вчера подумала О том что Я хочу себе Локоны Вот именно Вот такие вот Ну или Чуть подлиннее Ну в смысле Длинные Аааа Классно Я в восторге Вот этот зеленый цвет Мой Я Ууу Старстейбл Я вам руку Плещу И не надо Возмущаться На всякие Баги В игрушке Они делают Классные Обновления И надо Этому радоваться И то что Они их делают Каждый Каждую среду Ребят Это же волшебно Не все так умеют Я не знаю Какую дашку Знаете Хочу Рыженькую У меня сейчас Осень за окном Все такое Рыженькое Желтенькое Солнышко светит Да и у меня Волосы в реальности На солнце Когда выгорают Они рыжий оттенок Приобретают Так что Давай сюда Давай сюда Рыжий волос Отправить в кладовую Да Вы не ошиблись Вы сейчас увидели Отправить в кладовую Так А вот вопрос А где Она взяла Вот помните Девочка взяла Макияж А-ля гейша Она где это взяла А нет Пока ничего делать Мне И без макияжа Хорошо Так Значит Волосы Да У нас Новые волосы Та-да-да-да-дэм Та-дэм Очень волнистые Если честно Они даже приятно Внешне выглядят Но Сейчас Вот Мы приедем В конюшню Да Для этого надо Спуститься и выйти В общем Мы когда приедем В конюшню Я вам Еще кое-что покажу И расскажу Встретимся там Итак И так Мы зашли В конюшню Слезаем С лошади Да Нам в конюшне Вот в этой комнатке Самой первой комнатке Кое-что добавили Значит Заходим Поворачиваем Та-да-а У нас тут Такой Гримерный столик Хм Гримерный столик В конюшне Но правда У нас же нет Пока что дома Мы не можем Нигде жить Кроме как здесь Нажимаем Да Я купила волосы Но их на мне нет В чем же секрет А в том Что теперь Все волосы Которые мы покупаем Их можно Коллекционировать Вы не будете Больше покупать Каждый раз Волосы разные То есть Все Вы купили прическу Она у вас Копится Вот в этом Гримерном столике Все Бат Я вот У меня слов просто нет Серьезно Сегодня какой-то волшебный день Теперь я рыженькая Хоп Я опять такая вот С корешечкой Хоп Я опять рыженькая Ааа И с макияжем То же самое Но у меня макияжа нет Потому что я пока Не могу на ней утратиться Так что Вот как-то так Ой Мне так нравится Окей Так Знаете что Я счастлива Мне очень понравилось Это обновление Костюм Вот только вот Теперь Хм Надо подумать Ребята У меня есть идея Сегодня Утром Я закончила Влоги По поводу Связанных С жеребенком Так Так Аааа На неделе моды Написано Что сегодня День Вестерна Значит Каждый новый день Будет какой-то Новый вид Что Если Попробовать Поснимать Влоги На неделе моды Ну Завтра Конечно Попробуем А там Как дальше Пойдет В общем Я вам рассказала Показала Новое обновление Которое Сегодня Вышло Так что Бегите На неделю моды Получайте себе Эту классную Плюшевую Лошадку И Копите себе Макияж и Прически И не тратьте Больше Сотни Старкоинцев На одну и ту же Прическу Раз в полгода А также В старстейбл Добавили Ещё Три Остановки Для автобуса И Их И немножко Переделали Значит Одна остановка У нас теперь Есть В Ньюхилкрасте В Ярлхейме И около Рыбацкой деревни Суть в том Что теперь Вам не нужно Ждать автобус И знаете Это даже Как-то Очень печально Теперь нужно Просто Подойти К знаку Нажать На него И выбрать Место Куда Вам нужно Отправиться И так Вы можете Отправиться В любую Точку Но к сожалению Когда вы Возвращаетесь Из торгового Центра Вы возвращаетесь Только на ту Точку От которой Вы приехали Мне кажется Разработчики Потом должны Доработать Этот маршрут Что можно Было бы Из торгового Центра Направиться В совершенно Разные Остановки Вот такая Вот новая Система С вами была Даналия И моя Лошадь Сапфи Всем пока Даналия